Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 15 главу послания апостола Павла к римлянам. Эти главы 15 и 16 фактически являются эпилогом, и они нас возвращают к вступительным статьям. Апостол Павел подводит некий итог своего послания, рассказывает о своих планах и раскрывает главную цель, ради чего были написаны самые блестящие, может быть, в богословии догматические главы, потому что самое главное — это созидание общины. «Мы сильные должны нести немощи слабых, а не себе угождать. Каждый из нас пусть угождает ближнему ради блага и созидания. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, «На меня пали хулы хулящих тебя». А все прежде написанное, написанное нам в поучении, чтобы в терпении и утешении, которые дают Писание, мы обрели надежду. «Боже терпение и утешение додаст вам единомыслие друг с другом, как подобает во Христе Иисусе, чтобы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа». Эти слова написаны как некое увещевание, молитва, благословение. Апостол Павел повторяет одни и те же мотивы для того, чтобы донести до своих учеников самое главное. Самое главное в общине — это мир, взаимная любовь и единство. И прежде всего можно найти это единство, когда есть общее основание. У людей могут быть самые разные убеждения, взгляды, но, подобно тому, как здание строится на фундаменте, мы его можем не видеть. Но для того, чтобы здание выстояло через все испытания, нужен глубокий и очень прочный фундамент. И таким фундаментом является Слово Божие и сам Христос. И здесь мы видим проблему Ветхого Завета. Дело в том, что когда апостол Павел писал это послание, еще не было того, что мы называем сегодня Новый Завет. Еще не были написаны Евангелия, по крайней мере, не сформировался канон Священных Писаний Нового Завета. Поэтому, когда он говорит «писание», это то, что мы называем Ветхим Заветом. Но для апостола Павла очень важно, что именно эти писания являются источником утешения, источником надежды и поучения. Эти слова Ветхого Завета укрепляют в терпениях и нуждах и дают глубокую надежду. И дальше апостол Павел приводит несколько цитат из книги Псалмов «Второзаконие» пророка Исаии для того, чтобы проиллюстрировать эту мысль. «Потому принимайте друг друга, как и Христос принял вас во славу Божию. И вот я говорю, ради истины Божией Христос стал служителем обрезанных, чтобы подтвердить обещания отцам, и чтобы язычники прославили Бога за милость Его, как написано, «За это восхвалю тебя среди язычников и воспою имени Твоему». И еще сказано, «Возвеселитесь, язычники, с народом Его». И еще, «Хвалите Господа все язычники и восхвалите Его все народы». И снова Исаия говорит, «Будет корень Иесеев, и восстанет он язычниками править, на него язычники надеяться будут. А Бог надежды пусть даст вам в вере полноту всяческой радости и мира, чтобы силой Духа Святого было вам изобилие в надежде». Опять же, это слова увещевания и благословения, и они завершаются упоминанием силы Святого Духа. Церковь, как некое здание, которое созидается из живых камней, но все это совершается силой Святого Духа. И апостол Павел говорит о том, что точно так же, как Бог Отец воскресил Иисуса Христа силой Святого Духа, этой же силой и созидается тело Церкви. И вот в последних стихах, прочитанных мной, этот образ особенно потрясает, потому что здесь есть образ изобилия, который получаем мы, изобилие радости, мира, полноту всяческих обетований, и чтобы вслед за этим из нас изливалось преизобилие, который будет выражаться в нашей христианской надежде. В приведенных цитатах мы видим, что речь идет о страдающем Мессии. В личности Иисуса Христа исполняется история его народа. Страдающий праведник несет на себе бремя истории своего народа. Он подвергается гонениям, хуле, подобно тому, как весь народ Израиля будет поносим и презираем окружающими народами ради своего Бога, потому что они народ избранный и поклоняются единому Богу. Фактически ненависть, которую язычники хотели бы обратить против их Бога, они обращают против народа, и все эти камни, все это бремя ложится прежде всего на Мессию, на Царя. Поэтому процитированные места Ветхого Завета это пророчество о Христе. Но вот точно так же, как Христос, будучи истинным Царем, не ищет своих интересов, не себе угождает, но исполняет волю Отца, точно так же апостол Павел дает понять своим ученикам, что вы сможете жить в мире, в единстве, в надежде, в том случае, если при всем многообразии мнений и пусть у каждого будут свои личные убеждения, вы будете понимать, что самое главное, что вас объединяет, это воскресший Христос. Поэтому все раздоры и распри исчезнут сами собой, достаточно лишь не терять из виду проповедь о воскресении Христа. И дальше апостол Павел рассказывает о своей миссии, о том, в чем состоит его апостольское служение. «Сам же я, братья мои, уверен в вас, что вы полны доброты и что дана вам полнота знания, так что можете и наставлять друг друга. Если же я написал довольно смело кое-что, напомнив вам, то сделал это в силу благодати, которую мне дал Бог, чтобы был я служителем Христа и Иисуса ради язычников и совершал священодействие благовестия Божия, готовя язычников как приношение Богу, жертву благоприятную, освященную Духом Святым». Но прежде всего апостол Павел понимает, что не он основал христианскую общину в Риме, вероятно, эта община возникла благодаря проповеди апостола Петра или других неизвестных нам проповедников, миссионеров, и уже проповедано в Риме Евангелие, и апостол Павел с большой деликатностью и уважением относится к чистоте и силе веры этих христиан, поэтому он говорит, как бы немного извиняясь, я вам говорю довольно смело, дерзко, позволяю себе напомнить то, что вы и так уже знаете, но все-таки он напоминает им для того, чтобы в этой общине не возникали вновь те трения, которые возникают традиционно между христианами, возникшими из языческих народов и те, которые происходят из народа Божия, иудео-христиан. И свою миссию, прежде всего, он видит как некое священодействие. Вероятно, он использует язык из храмового богослужения. Его проповедь – это не просто поучение какого-то странствующего проповедника или учителя, который зарабатывает деньги, занимаясь проповедью или наставлением. Нет, он проповедует среди язычников, потому что эти народы должны стать как приношение, как жертва в храме, приношение, дар, благоугодный и приятный Богу. И на этот дар, на эти народы должна снизойти сила Святого Духа, которая сделает их освященными. Я могу хвалиться этим перед Богом во Христе Иисусе, ибо я не осмелюсь говорить о чем-либо таком, чего Христос среди язычников, ведя их к послушанию, не совершил бы через меня словом или делом, силой знамений и чудес, силой Духа. Так завершил я проповедь благовестия Христова от Иерусалима и далее до самого Иллирика. При этом было для меня вопросом чести возвещать благочестие не там, где имя Христово уже известно, чтобы не строить на чужом основании, но, как написано, увидят те, кому о нем не возвестили, и те поймут, кто никогда не слышал. Апостол Павел себя представляет как апостол языческих народов. Большинство апостолов посвятили себя проповеди среди иудеев, но апостолу Павлу выпадает жребий проповедовать Евангелие среди чужих народов, среди язычников, и с этой целью он обошел всю Ойкумену, всю Римскую империю, начиная от Иерусалима. Иерусалим – это столица царя Давида, это город, где Христос претел первокрестную смерть и воскрес, это Матерь Церквей, и поэтому проповедь начинается от Иерусалима и до всех концов обитаемой Вселенной. И проповедь апостола Павла будет продолжением того дела, ради которого Христос стал человеком, пришел в этот мир. Таким образом, Церковь в глазах апостола Павла всегда будет продолжением той миссии, которую совершал Христос. «Именно всякий раз и препятствовало мне прийти к вам, но теперь меня больше ничего не удерживает в тех краях, а давнее желание прийти к вам осталось, когда отправлюсь в Испанию, надеюсь по пути увидеть вас, и вы соберете меня в дальнейший путь, а я хоть немного порадуюсь общению с вами». Апостол Павел сообщает о своем намерении отправиться в Испанию. Испания была самыми дальними западными рубежами империи. Дошел ли он до Испании или нет, неизвестно. Но миссия, которую он предполагает, позволила ему написать это послание к римлянам, потому что именно в лице римской общины апостол Павел, видя перед собой новые горизонты миссии, надеется обрести надежных союзников и помощников. «Теперь же я отправляюсь в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахая благожелательно решили собрать некоторую помощь для тех нищих, что среди святых в Иерусалиме. Такова была их благая воля. Впрочем, они и должники их. Ведь если язычники приобщились их духовным дарам, то они, как должники, обязаны послужить им и дарованиями плотскими. Итак, закончив это дело и вручив им лично этот дар, я отправлюсь через вас в Испанию и знаю, что когда приду к вам, приду в полноте благословения Христова». Перед тем, как апостол Павел отправится в Испанию, он должен прийти в Иерусалим. И здесь на его долю выпадает очень сложная миссия, и в книге деяния мы увидим, что эта миссия будет очень мучительной для апостола Павла. Он попадет под суд, его будут избивать, он на три года попадет в тюрьму, затем ему предстоит мореплавание, где он претерпит кораблекрушение, его ожидают большие заключения, и он, вероятно, тоже предчувствует это, поэтому обращение к римлянам преисполнено особой нежности, доброты и надежды. Христиане Иерусалима пытались воплотить идеал общинной жизни, и, вероятно, этот первый энтузиазм новообращенных христиан свидетельствовал о том, что они продавали своего имущества для того, чтобы собрать общее имущество, после этого наступили времена гонений, времена голода, и эти общины чрезвычайно обнищали и нуждаются в помощи. И здесь апостол Павел касается очень деликатного момента материальной финансовой помощи христианам Иерусалима. Поскольку эта община находится в Иерусалиме, а Иерусалим это матерь церквей, они имели особый титул святых. Затем этот титул со временем распространится на всех христиан. Но, тем не менее, эта община всегда имела первенство особой чести, и поэтому апостол Павел собирает материальную помощь среди языческих народов для того, чтобы помочь Иерусалимской общине. И он это представляет как некую благодарность, потому что языческие народы унаследовали от Израиля духовный дар, и поэтому сейчас у них есть возможность воздать, возблагодарить народ святой, который находится в нужде, материальной нужде, отблагодарить и воздать им за те духовные дары, которые они получили. Таким образом, это не просто благотворительность, когда нужно делиться с теми, кто нуждается, но нечто большее. Это как некий духовный дар, духовное приношение тому корню Израиля, от которого произошел духовный дар, полученный всеми язычниками. И поскольку миссия будет очень сложной, апостол Павел просит о молитвах. Никакая миссия не может увенчаться успехом, потому что миссия это всегда борьба, и здесь необходима молитвенная поддержка. Но прошу вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа молиться за меня к Богу, помогая мне в предстоящих трудах, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудеи, и чтобы служение мое для Иерусалима было благосклонно принято святыми, чтобы пришел я в радости по воле Божией к вам и вместе с вами отдохнул, Бог же мира, да пребудет со всеми вами, аминь. И, вероятно, здесь можно было бы поставить точку и подвести черту, послание закончено последним словом аминь, словами благословения, Бог мира, да пребывает со всеми вами. Но апостол Павел в этой молитве еще раскрывает некоторые трудности, которые его ожидают. В действительности не все иудеи готовы принимать материальную и любую другую помощь от язычников, потому что, может быть, эти деньги были заработаны посредством идолослужения, или этот бизнес был каким-то образом сопричастен к идолослужению, поэтому обычно иудеи не принимают помощи от посторонних, от чужих. И здесь перед апостолом Павлом новые затруднения. Во-первых, его считают отступником, поскольку он проповедует язычником, и уже поэтому его не все принимают в Иерусалиме. Но еще для него очень важно, чтобы эти дары, которые были собраны языческими народами, были приняты народом святым, для того, чтобы тем самым он увидел, что Церковь действительно едина, это единое мистическое тело Иисуса Христа, и воскресший Мессия, Царь мира, является главой этой Церкви. На портале Экзогет.ру с вами был Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга.